Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов и получаете супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимаете наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, альфа выгодно. С какой целью ты вообще в Россию приехала? Учиться? Образование, да, учиться. После окончания школы перенесел в Москву и уже поступил в Альгифе. Училась там, закончила и потом решила остаться. Ну как в России живется? Мне сейчас хорошо. Кому как. Кому как, да, и тебе хорошо? Да, мне хорошо. Пока меня очень устраивает. Но я на самом деле была много стран посетила как в плане путешествия. Даже в Европе я поехала там, посмотри-ка в плане жизни. Мне там вообще не понравилось. Наверное, только Швейцария мне понравилось. Ну понятно, сделай Швейцария. Как менталитет русский на иранский менталитет похож? В основном похож. Потому что, ну когда есть между ними общий язык, понимаешь, что там очень-очень похож. Ну в какие-то моменты, конечно, они разные совершенно. Но я почти уже орусела, так скажем. А орусела, да? Как оно тоже. Как оно, да. Ну понимаешь, потому что я приехала в Россию, у меня было 17 лет. А мне было 16 лет. Хочешь, не хочешь, за такой период времени, понимаешь, ты уже берешь в менталитет людей, как КТИ. Ты хочешь, не хочешь, уже брал в менталитет японцев. Потому что если ты берешь, ты не можешь здесь жить долго, понимаешь? То есть ты уже не планируешь в Иран возвращаться жить? То есть Россия для тебя как дом уже получается, да? 100%. Самый прикол в том, что вот, может быть, русский принимает меня как иностранца, но для меня дом это Москва. Ну а тебя принимают только внешне как иностранца или все равно, даже несмотря на то, что ты по-русски способны говоришь? Ну как бы внешность, они принимают меня, ну в любом случае, понимаешь, они, ну ты нормально абсолютно, потому что, несмотря на то, что я живу в России, да, ну все равно, как бы я не страна, я зирана, я разговариваю с акцентом, да, у меня внешность другой, в общем, не похожа на другие люди. Ну, Россия многонациональная страна, там, любая внешность. Ну, вообще мои друзья, как бы, они уже принимают меня как русские, так скажем, да. Ты могла бы запросто, ну и быть русской, ну из какой-нибудь республики, там, ну, да, какой-нибудь. Мне часто говорят, что я гораздо лучше говорю на русском языке, чем таксистов. А чем таксистов? Да, 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 да. То есть вы в Москве познакомились, что ли? Да. Мы это, у Андрея Малахова познакомились. Мы, кстати, как раз рядом сидели. Ну, то есть, где они, конечно, особо не общались, там, это все, да, быстро произошло. А что за шоу, как иностранцы живут в Японии? Ой, в России. Хвалить Россию просили? Нет. А нет? Нет, ничего не просили, кстати. Даже мне не сказали, какой вопрос будет. А, да? Ничего, да. А в Японии меня просили хвалить. Да? Ну, как просили, не говорили прям, хвали Японию, но... Сказали, что они сказали мне на самом деле. Когда обсуждали, что я, как говорят, там, должен сказать, говорили, что мне там понравились какие-то поезда скоростные, там, японские и так далее, чтобы я там бы восхищался. Какой, ну, ничего себе. Типа, киво с туалет, и там, классные. Какой-то унитаз классный. Унитаз такой прикольный. Нет, реально классный, да. Я просто не стала уже снимать, потому что, да, уже все, каждый второй приходит в Японию, такая, ооо, туалет прикольная. Туалет. Первый достопримечательский туалет. Красивый унитаз. Ну, как там на вас люди вообще реагировали, то, что они думали, что вы русские? В Японии часто ко мне обращают на английском, а в России вот думают, что я где-то, ну, знаешь, где-то Якути или Бурят. А, ну, да, такое есть, да. Ну, вот, я про это и говорю, то есть вас за кого принимают в России-то в первую очередь? Да, и когда говорю имя, наконец-то такой, типа, вот что ты откуда? Ну, как бы вот, у меня первое, то, что приходит в голове, это из Индии. А, из Индии, да. Да, индианка. Индианка, потом уже арабка, потом уже, наверное, узбежка. А когда ты говоришь из Ирана, то... Удивляться очень сильно, потому что, ну, как бы, внешне с первой очереди, то, что у них представление в голове одно, а видит уже другое, типа, что-то не совпадает, что здесь не так. Ну, вообще, то, что показывает телевизор, это одно, а то, что есть, на самом деле, в ранее событие, это другое. Люди совершенно в Иране по-другому они одеваются. Ну, как бы, на улице у нас есть такой закон, что должно быть закрыто. Ну, как бы, плато, нет, плато, ну, там, свободное такое. И рука досюда должна быть закрыта, и нога, там, да, колени. Вот. А дома у нас прям европейские, они все такие одевают, прям, откровите. Дома, да? То есть только на улице нужно так одеваться, да? Ну, потому что это закон. А ты одеваешься? Это все должны, это все обязаны на улице. Даже вот туристы русские приезжают, они обязаны так и нас одевать. А если не одеваешь, то это, что-то какой-то штраф будет? Ну, штраф, ну, сначала не предупреждают, а потом штраф. А если несколько раз повторяют, что уже есть такой штраф? А ты, получается, в России 12 и 13 лет живешь, да? Почти, да, уже 13 лет. То есть ты российское гражданство получила? А как давно? В 20-м году. А, в 20-м году. Да. Ну и как, несложно? Несложно было? О, бюрократия в России просто ужасная, на самом деле. Вот это просто как бы не обсуждаемо, но... Даже у меня травма появилась, господи, после этого. Психологическая травма. У меня тоже с ума сходила с этими документами всякими. А что, какие последствия кроме? Ой, господи, просто... Вот, просто, как... Знаешь, когда приходят такие моменты, что она такие документы оформляет? Это... Ты такая... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ие-т. Нет, я скажу, что вот, когда живешь как русские, намного проще живешь, когда ты как не странно живешь. Вообще, просто... два разные вещи сейчас мои вопросы просто вот так решаются то есть после того как ты получила паспорту тебе намного жизнь проще стал яичным гранически например например что проще ну понимаешь когда ты не на старак когда у тебя другой паспорт и даже хоть простую бумагу хочешь получить я не мучить специально три на два три раза дашь приехать а когда ты уже как у тебя есть гражданство как русские то все за секунду они все решаются там же если уже это приложение госуслуга там все можно то есть ты не можешь госслуги себе сделать не могу делать у меня есть ничего не могу делать я я хотела это я же лечение платно проходила я хочу налогу этого обратно делать я еще этим не занималась потому что мне тяжело для русских можно будет через госуслуг легко это делать я же вам не придет туда-сюда ходить с документами и так далее так а сейчас я не хочу этим заниматься бюрократическая машина вот это для иностранцев россия пока ужасно ужасно просто мне недавно пригласили на шоу без беда может и слушал и не как еще раз без бед не несу там короче пригласили там все ресторанцы ну там те люди которые достаточно успешно работают живут в россии довольно но я была один из этих мы были общую восемь человек а там были из англии из америки из африки из ирана там сказали там почему вот иностранцы не переезжают по в россии ну как и вы как бы работа и будут из для оформления виза на самом деле так все сложно но понятное что дали разрешение получено работы тоже бы намного сложнее вообще все то что связано с документом все что связано статью с получением получения разрешение на работу разрешение жизни в россии ведь на жительство граждан сказал щас на самом деле стали намного проще сейчас проще час намного проще все стало но 40 на тяжело условием для иностранца сейчас стало намного проще чем для нас нет назад лет назад потому что 11 лет назад там было вообще два условия для того чтобы достаться в россии это было либо надо быть в иране либо получить кого другие вопросы другие вообще не было вариантов а сейчас уже много возможностей появились для того чтобы остаться именно в россии там если ты закончишь вещи образования в россии получишь там красный диплом сразу любит на жительство потом уже как носитель русского языка ты можешь лишь право там лучше гражданство очень много есть нас для того чтобы получить это на гражданство раньше вообще практически было невозможно можем с тобой то есть очередь снимаем гид про еду ежегодно на прикольно дать отвечать снимаешь шорт я уговариваю постоянно но сейчас я надеюсь что время будет декрета ребенок будет вот тоже вообще просто я не знаю но очень хочу когда ребенок будет очень хочу снимать что-то надеюсь что получится как ты родишь и поедешь в россию обратно что ли я что-то никак понять не могу я пока сама не решила на самом деле но у меня до сих пор рабочая виза поэтому надо продлить и плюс в августе у меня там это работа есть переводчиков но уже не я уже движение устроила работу в японии поэтому будете здесь работать в ресторане от вас и будет учиться на постепенно а то есть вы все-таки планируете в японии жить но какое-то время на хотим попробовать если вот ему не понравится тогда вернемся существовать одну а жить и другое так что не торопись отдельно сначала с родителем а потом вот посмотрим его зависит от его зарплаты как бы но он уже официально будет работать поэтому на самом деле мама тоже удивилась нормальная зарплата будет даже для японии а он повар по образованию да нет да и он научит как готовить закажите бесплатную кредитку альфа банка с целым годом без процентов и получаете супер кэшбэк рублями каждый месяц а еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах не просто выгодно альфа выгодно ты сразу футблогером но мне именно сразу еду или сначала нет я сначала рассказа про иран про себя потому что очень много вопросов возникло там пока что я единственный иранский блогер в россии соответственно там у них много вопросов возникло типа откуда ты почему так выглядишь почему так где-то появится у тебя красивый акцент рассказа про ирана скажу про себя рассказа про жизни будет я начал про сначала об этом рассказывать а потом уже спустя полгода я всегда хотел стать блогером потому что не да для меня конечно очень интересно это минкас вот это вот еда то единственная из тех причины которые пересоединяют все народа в одном за столом до объединяет ранее женщины красятся косметикой пользуются это не запрещено как они используют тебе надо поехать мир у тебя езжема ты там тоже что-то надежда на сто процентов почему потому что такие красиво ухоженные женщины господи на улице лицо лицо волосы да а принято на улице ознакомиться или где-то где знаком в ресторане можно в кафе на улице везде то есть можно подходить просто в основном мужчина подходят она на английском они говорят то есть примерно понимают да люди то есть можно английском до спросить ну как относится в целом вот беру скажу что ты из россии красиво сразу такой конечно можно познакомиться познакомиться а так вот допустим какие то есть вот правила этики это например там что можно что нельзя это обязательно то что надо всегда ну как кашу русские вот сначала ты идешь вот познакомиться приглашаешь ее там точно в ресторан забрали что и уже как бы надо оплачать обязательно мужчину за счет то что пополам как европы эту европу принято что мужчина оплачивал да я уже понимаю что японская мужчина тоже мне не подходит но это кто как но так но не пополам а вот 70 мужчина 30 женщина в японии женщина достает кошелек делает вид что и ждет 1 2 3 4 это мужчина оплачивает но я люблю в гостинице для меня безумно это приятно но вот первое начале знакомства у меня должны мужчина заплатил не знаю по моим менталитет в голове я так работаю я тоже так считаю меня как-то а потом я приглашаю в хорошем ресторане право достаточно про элитно когда говорите по пополам я чувствую какого-то а мы просто друзья до до свидания не могу серьезно воспринимать антигу ноуте чисто просто чить ну починить и все а если ты увидишь что мужчины тебе особо не нравится ты все равно примешь от него ухаживание нет ты ему скажешь когда не оплачивай я сама за себя заплачиваю то есть если нравится но смотри это опять же если он если почувствуешь что он немножко начинает обидится в плане того что может быть чувствую я не хочу блин не дать того ощущения мужчина что он не даст самодостаточное понимаешь может быть потом и может быть это опять зависит ситуация касательно этикета что еще там можно делать что нельзя ну допустим по свидании что можно делать на первом свидании за потом взять можно мне за руки можно типа за руки общаться надо разрешение спрашивать или не надо разрешение а то есть можно то есть не строг не авидаст насколько строго это же уважают мужчина должны быть значит иранцы такой немножко верно что даже не просит это разрешение вообще эта женщина приятно когда вылечь мужчина такое настолько самоверно что он же даже за тебя немножко принимает решение что именно надо делать ну как опять же это надо понять что вот тиму ты ей понравился или нет это тоже зависит на если она сюда конечно такой ускорит так скажем вот ситуация и лет сто вперед ключи там как бы хотя бы две недели от шанса а потом уже не пригласил ее допустим в своем квартире так где ты живешь потому что сам на улице поцеловаться нельзя все-таки нельзя данного это запрещено или не принято это запрещено а если поцелуешь тоже штраф забирать тебе в полицию обниматься обниматься то есть только целоваться нельзя слава губ на губ на счетчике можно интересно слушай а я представляю сергей прилетает и рамли подражу первая девушка поцеловать ее его забирают полить все блин японии тоже не принято нельзя но не принято на них целоваться тем не менее в японии не принято конечно поцеловаться на люди малейзия тоже не принято там про даже на метод нарисованы нарисовали картинку поцеловаться нельзя здесь полицию не заберут конечно но это просто не принято слушай в иране едят руками или с ножками даже а где же это это в индии а в индии руками лиме иранцы себя считаю что мы перси перси это немножко очень много сильно отличаться от арабы потому что вообще мы не у него даже мусульмане мы были зарастеризме зарастеризм это первая религия которая вернул что бог один у них символа была огонь мы были зарастеризм а потом уже там 1404 года назад вот когда воевали с мухаммадом вот через мечой иранцы приняли ислам прям настолько жестоко но в целом там женщин не принято не притесняют же или как ты считаешь воронит нет притеснения то есть все принципе нормально живут есть конечно те законы которые там всегда мужчина стоит мишуру и женщина это я не буду скрывать в любом случае потому что даже закон есть они существуют но в план того что женщины плохо там живут тоже работают понятное дело зарабатывать деньги они стали уже самостоятельно не как там 30-40 лет назад которые сидели дома и были просто чистого хозяйка да но а в целом как в основном вопроса решаться мужчин и помои менталитет это очень правильный менталитет потому что я вижу вот столько успешная семья которая никакой стали долго вместе жили потому что как бы финансовый вопрос начали мужчина а дома в семейный вопрос решала мама вот эти как бы они долго держатся они долго живут место есть какие традиции которые ты продолжаешь жить в россии чти что вот иранский именно наш новый год до сих пор я празднула нас еще деление ночь янга называется там тоже праздную я всегда ищу причин для того чтобы праздновать и порадовать жизнь и да у меня двойные всегда праздники хотя знаешь вот в россии очень мало иранцы живут и я даже вот канадский рассказывал что москви для меня это как бы рабочий город не смотрю что нас ты там живу я постоянно там работаю мне очень много проектов очень много дел даже вот иногда даже не успевай гулять нормально потому что все у меня не остается чем ты еще занимаешься кроме блогерство у меня есть очень много раз на проекте которую как бы сказал вы принесли дохода сейчас у меня блогерство есть есть еще у нас форме открываем новый бизнес там буду там как партнер и амбассадор бренда автосалон до вы знаешь когда одна живешь но придется двигаться вперед надеться от мужчины господи не стоит самостоятельно двигаться и добиться все что угодно это уже всегда думаю почему это девушки богатая машина а почему вы не сами сами стать богатыми но сейчас уже 21 века сложно что ли нет как-то не понимают поискать и мужчины богатого это сложнее чем сама зарабатывать не так считаю я никогда не искал богатого мужчину что вы меня обеспечивает закрываем еще не надо да 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 мне просто нужны вот в целом там партнер который как бы немножко по уровень подходит плюс-минус ко мне да и он цель не срубленный хочет добиться к чему-то они то что я хочу добиться он стоит это я не хочу ничего но ты конечно больше всего меня напрягает машины должны помна и мудро у тебя круг общения в основном русскоязычные или кто-то друзья там а други в основном русскоязычные иностранцы и другие которые русскоязычные или русские именно которые это другой а то есть и с теми стены для тебя в принципе с русскими легко сходиться лучше подружить или общий язык легко находишь очень это как бы мой дом тяжело на самом деле куда-то другое место у меня была возможность жить во франции я отказала то есть ты себя в россии чувствуешь комфортнее чем вы ранее самим собой в канун тоже да и насколько я понимаю обруссела настолько что в россии тебе как в комфорте да наверно чем в японии но как сказать все таки уровень жизни высокого в японии и удобства гораздо больше но при этом как-то морально вот комфортнее чувствую уже как в россии больше чем в японии япония все таки себя чувствую как иностранкой что ли когда все непривычно как-то вот так как люди ходят думают тут разговаривает это как-то для меня не очень привычно но все равно здесь комфортно это это однозначно очень комфортно что планируешь на будущее в дальнейшем то что планируешь в японии житель в россии я сама не знаю но я хочу его японии и в россии я сама не знаю как будет так будет посмотрим малыш будет тогда все меняется ничего не могу планировать но ты кстати собираешься ребенка растить как русского или как японца внутри другой что значит вот допустим на каком языке ты будешь с ним разговаривать а это я буду на японском и же не будет на русском то есть ты все-таки решил на японском как и японцы тоже но потому что я понимаю что но как бы у меня да для азиатов акцент мало при этом сайта на некоторые слова и падежи иногда неправильно говорю и не хочу чтобы ребенок повторял за мной типа неправильно говорить на русском языке поэтому я чисто только на японском хотя я японский язык тоже забыла на японском а то я не просто на русском общаться я его запретила его закончила не надо не практикует с ним общаться на японском ты только на русском ну то просто интерес если в японии будет расти тогда понятно я имею 200 в россии если в россии вы будете его воспитывать ты все равно будешь на японском Ну да, тем более, потому что вокруг будет русскоязычный, я хочу, чтобы он сразу знал твоего языка, тем более, когда если вокруг русский будет, особенно я буду на японском языке. Не, просто представляешь, что это не так просто. Если ты живешь постоянно, допустим, в России, все вокруг говорят только на русском, ты сам говоришь на русском, и тебе надо говорить именно с ребенком только на родном языке. Но они в основном, в каком-то участке, они понимают, в основном такие дети, они понимают, может быть, им будет сложно разговаривать на ту месту. Он будет понимать, если только ты будешь с ним реально говорить только на японском, тогда он еще не может понимать. Ну да, я тоже думаю, мне самой, наверное, сложно будет в том, что я же с мужем на русском общаюсь. Да, да, я про это говорю. Да, и да. То есть ты готова идти на это? Да. Серьезно настроена, чтобы именно японский язык был. Я думаю, что есть возможности в любом случае, потому что есть у меня знакомые, которые, их дети, они разговаривают и на персидском, и на английском, и на испанском. А в испанском просто у них няня, получается, из Испании, и они на испанском разговаривают. И они прекрасно понимают на трех языках разговаривают. Получается, с папой общаться на английском, а с мамой на персидском, а с ней уже на испанском. Да. 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 10 лет мечтала. Вкус сакуры-то есть там? Угу. Да. Девятый месяц уже сейчас? Или восьмой? Ну, девятый, да. Уже на этой или на следующей неделе. В Японии же, кстати, по-другому считают. Да. Сейчас в десятый месяц у меня. Здесь получается 10 месяцев. А в России получается 9 месяцев. Это тоже очень странно, да? Я тоже вообще не поняла в начале, я такая, я не понимаю, что вообще происходит. Ну, и вообще даже не девятый месяц, если правильно, прямо правильно посчитать. У меня восьмой. А, восьмой даже. Ну, типа, они же считают по четыре недели, месяц в месяц. Но каждый месяц это же не на четыре недели ровно, это только в феврале. А остальные четыре с половиной недели идут. А тут вот считают по неделю, поэтому как-то непонятно. Государство помогает тебе? Да, 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 очень. Что там дают? Какие-нибудь билетики там куда-то? Да, да, да. Ну, про это расскажи пару слов, интересно. Мама тоже удивилась. Когда мама родила, это же было, ну, 30 лет, 25 лет назад. И она сказала, типа, ей надо было сейчас рожать. И я такая говорю, ну, как сейчас? Да ты не можешь сейчас. Сейчас потому что что? Потому что сейчас проще? Сейчас это государство прямо поддерживает. Когда она родила, не было такие поддержки. Ну, и еще система тоже другая была. Раньше, вот, когда родила, все должны были за свой счет оплачивать все, полную сумму. А потом в течение месяца вернули почти всю сумму. Ну, в основном всю сумму, вот. Но все равно, типа, до рода надо было эти вот все суммы подготовиться, да. Ну, сейчас 400 тысяч стоят роды. Ну, где я хожу, там, ну, где-то 500 тысяч. Ну, и 500 тысяч от государства оплачивают. 500 там, да, сейчас? Да, 500 оплачивают. И причем не после, а сразу в больнице оплачивают. И поэтому, как бы, мне ничего не надо оплативать за рода. Сможешь какой-то капитал в России получать? Нет. То есть из-за того, что у тебя гражданства российского нет, бы не положено, получается, да? Вообще ничего. Даже материнский капитал нет. Даже нет. Я все это платно ходила. То есть нужно обязательно, чтобы мать имела гражданство? Да. То есть даже если ты в России жила, без гражданства тебе бы не положено было? Да. При том, что у ребенка российское гражданство было бы? Ну, при этом нет. Это же материнский капитал. Это для матери. И, типа, если матерь не российская гражданство. То есть отец, несмотря на то, что отец русский, капитал не выделяется все равно? Мы это все узнавали и мы разочаровались. И мы такие, ну, тогда, наверное, все-таки лучше в Японии рожать. Мы думали очень долго, где лучше. Потому что в Японии рожать тоже, на самом деле, самолет надо оплачивать уже. Ну, туда и обратно. Поэтому думали долго, долго, долго. И как-то все выяснили и поняли, что лучше в Японии. У тебя муж будет работать в этом, да? Да. Я помню, ты там писала в этом, да, что набираете персонал. Пончики там делать, да? Да, да, да. Кстати, вот где он хотел работать, и там, ну, моя знакомая же директора, она сказала, что вообще она готова еще больше иностранцев получила. Ну, и как там кто-нибудь написал еще? Я написали очень много. Потому что я, 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 я как будто там говорил тоже на стриме, на своих стримах когда-то спрашивали про работу, я говорю, вот, как оно пончики готовит, даже визу обещают сделать. Я их там посылал тоже. Да. Но только сложности в том, что все-таки это, ну, надо знание японского языка для визы. То есть нужно знать японский там, да? А для визы? Да. Во-первых, нужно знание японского языка, во-вторых, нужно еще другой какой-то сертификат, который в России не можешь получить. А-а. А как бы что-то? В этом сложности есть. То есть, если прямо очень сильно хочешь, тогда придется по туристической визе приехать в Японию, получить вот этот вот сертификат, а потом обратно в Россию, и типа сделать эту эту визу и приехать в Капу. Неудобно, да. Очень неудобно.